всем огромнейший привет с вами наталия рада приветствовать вас на своем канале и сегодняшнего дня с 28 марта я бы хотела наконец-то начать снимать свою новую вышивальную неделю достаточно большой перерыв получился но все болячки поэтому не будем о грустном никому это не интересно да вот естественно за те две недели что я не снимала многое что изменилось в моих процессах я до сих пор продолжаю вышивать швейную машинку от джинлин я обязательно покажу что у меня там уже готово и вот у меня новый процесс не то чтобы не ожидать скорее всего неожиданный если вы помните я собиралась вышивать герань от ботаники для свекрови на день рождения но увидев вот эту работу сейчас покажу превьюшечку вот она кто следил за моим инстаграмом я прошлом году вышивала реолис дача весна там тоже стульчик кто может знает нет и там здесь нарциссы стульчик тут всякие висят лопатка грабельки в общем и тут тоже растут цветы и когда я увидела этот дизайн анны петуновой то мне показалось что очень бы они хорошо смотрелись как в тандеме то есть здесь тюльпашки в красивом кувшинчике книжечка подушечки то есть там более такой такая трудовая картина а здесь вот именно релакс шляпка свекровь все тоже мечтает что когда-то она будет с этим саду читать там или вышивать ну в общем тут такой красивый стул там более простецкие у иолиса такой деревенский но я безумно была влюблена в этот дизайн я ему купила и естественно сразу начала потому как до 14 апреля у мастер крови день рождения мне же нужно будет еще закончить оформить на это тоже нужно дать запас времени хотя бы неделю поэтому я бросила все силы начала я если мне не изменяет память 17 марта я потом естественно своем дневничке посмотрю вот что у меня на данный момент есть грубо говоря это 11 дней прошло но опять таки я не каждый день вышивала ну что сказать авторская схема она и есть авторская схема здесь очень такой знаете разброс одиночек ну как-то вот видите вот здесь взяла ножнички вот тут по одной клеточки это вот будет одним цветом есть вот этот клеточка здесь один буквально один крестик одного цвета и вот здесь я даже на фоне не доделывала потому что не хочу делать протяжки закрепки но тут еще по одному крестику полу крестику вернее не буду я их делать я думаю от этого картина не сильно испортится вот сейчас я тружусь над вот этой вот частью вот будет книжка подушка ну то есть я потихоньку иду выбираю где есть какие-то хотя бы более менее участки где подряд можно одним цветом хоть крестиков 10 отшить потому как здесь это не часто встречается но конечно красота выходит неописуемая эти нежные оттенки фон здесь весь в полу кресте а все остальное крестик ну то есть у меня если так посмотреть вам сейчас покажу вот вот схема видите мне кажется у меня еще даже половины не отшита тут еще работы и работы но я стараюсь я очень надеюсь что больше никто из нас не заболеет и у меня все получится сделать в следующем включении покажу что как я продвинулась и покажу наверное потом свою швейную машинку знакомьтесь у нас новый житель сын назвал его поле не знаю насколько это подходит для попугая мальчика это имя но ребенок мечтал о попугая поле поэтому будет поле он уже лоток загадил вот второй день у нас живет такая птичка стесняшка до поле хорошая птичка хороший мальчик хороший да это не циренька и так хорошо поет ему два месяца судя по словам заводчика он еще совсем малыш еще надо кашку ему вареную яичка выкармливать его вот поле ну спой нам не затаился вот так что периодически будет птичка наша мелькать у меня видео пока я выкрыла минутку чтобы сделать кусочек видео насчет этого процесса нас испортилась погода в общем показываю на каком этапе к сожалению немножечко конечно здесь у меня уже снапы залезла но думаю масштаб работы виден неплохо я очень продвинулась вот до 17 марта я практически каждый день занималась только этой работой очень мало чем поэтому наверное еще это послужило тому что я не снимала вышивальные недели кому интересно смотреть один и тот же процесс из недели в неделю очень уж хотела я его закончить здесь принципе не так много осталось швейная машинка то что вмещается бы корзинка там пуговички бантик завязаны и отделочная то есть рамка надпись там по мелочи вот по заполнять вот эти крестики пустые немного по сравнению с тем конечно что было уже у меня очень хорошо работа продвинулась но пока я бросила все силы на эту работу я буду как же стараться немножечко чередовать поэтому мне в принципе и немножко надоедает одно и то же я знаете когда под гнетом того что не успеешь торопись вот только эту работу бывает порыв такой взять что-то другое но я вот постоянно думаю о том что у меня срок поэтому я не очень люблю вышивать в такие сжатые сроки но ну что поделать если было такое вдохновение и нашлась такая работой а времени то осталось уже мало что-то бы еще хотелось мне пасхальное повышевать я опять не весенних топеров я не сделала в общем язык мой враг мой я как что-нибудь скажу о чем-нибудь заявлю так у меня ничего не получается ничего это жизнь и я уже с этим смирилась так что я продолжаю работать над этой работой и до следующего включения на календаре уже понедельник 1 апреля второй месяц весны но наконец-то на улице запахло такие весной хотя мы ночами еще даже заморозки бывают но мы надеемся на лучшее жару конечно не хочу лето я дико не люблю во всяком случае последние года но не будем не об этом речь как вы помните все силы у меня брошены на процесс мой стульчик от анны пету новой но мне вчера что-то такое было какое-то настроение непонятно еще сын не жару задает то ли обострение весенние то ли кризис почти пяти лет не знаю не сочтите за нытье но уже просто едет крыша истерики и слезы на люб каждый вообще повод и через год практически хождение в сад с улыбкой и радостью мы приходим со слезами соплями что там скучно в общем я как-то знаете немножко из колеи это меня очень выбивает но и вот вчера у меня такое было настроение ну не хотелось мне за этот стул браться я его считайте 17 марта вышивала практически вот нон-стоп ну каждый день или то время когда у меня была возможность вышивать и ни на что другое я не переключалась поэтому нет прямо как-то поднадоело хотя с руки уже поджимают я взяла вот этот свой процесс и я вчера прямо кайфанула я доделала так ножницы я не взяла сейчас дотянусь я кайфанула прям доделала всю швейную машинку здесь еще немножечко нужно и вот сделала узор золотым димсишным металликом очень мне нравится я прямо знаете прям получила удовольствие вот правда нужно отдыхать от работ хотя вот когда я ее вышивала брала вот вышивать периодически то она мне тоже как-то ну не то чтобы тяготила но не шла но у меня так быстро как бы мне хотелось теперь по сути я уже говорила мне осталось всего ничего то есть содержимое корзинки по схеме покажу вот вот что выделено оранжевым маркером это то что я сделала марте то есть все что я вышла в марте может быть здесь что-то тоже было но я уже там как-то не особо я акцентировала на этом внимание вот это вот все я вышла в марте осталось у меня содержимое корзинки здесь абсолютно немного сама корзинка и одеяло гораздо больше и ну уже естественно вот это все но я буду это делать самом конце вообще так знаете смотрю вот так если свысока ну совсем небольшая работа возьми да закончу ну вот как конечно мне нужно свекрови немножечко попотеть закончить и потом я хочу уже закончить эту иначе уже даже основа такая видео он уже какие-то полосы она то все отстирается но уже как-то не хочется ее уже мучить да и лежит она уже давно надо ее заканчивать и сейчас я покажу вам что у меня на стульчике там положу сверху на snap и вот так вот выглядит сейчас моя работа можно сказать я так думаю половина работы готова сейчас я возьму схему вам скажу вот вот вы можете видеть сдалека показываю то есть работа еще приличный кусок здесь будет уже практически если вот здесь у меня были хоть какие-то просветы здесь еще конечно все заполнится и здесь то ниже пойдет там практически полная зашивка и по бокам полукрест и нужно будет прямо попотеть потому что много не то чтобы одиночек вот смотрите вот раз два крестика все больше вот в округе он нигде не используется ну и очень много таких примеров я уже не не раз их высчитывала находила поэтому немножечко как-то сложновато мне идет но очень красивые оттенки я уже видите вот бэкстич сделал здесь и немножечко на стуле хотя на стуле мне кажется не совсем его здесь вот и видно что делала что нет он вышивается тем же цветом в одну нить что и вот эти вот темные места но шляпка конечно выглядит идеально сдалека да очень не нравится у меня здесь смотрите срезала уже у нас в огороде саду это полисадники нарциссики были бы точечки сегодня утром и вот как они уже хорошо распустились а еще я купила себе такой же держатель как у галюши ночной вышивальщицы галя спасибо еще раз если ты смотришь за то что ты показала как я просила и кусочек видео то есть как ты это снимаешь чтобы над столом в общем всю свою схему систему и спасибо что он показала этот держатель конечно с денег он стоит немалых но я очень надеюсь что с ним не таки будет удобно потому как с руки тоже видите не особо приятно снимать иногда все трясется а я хочу его вот где-то здесь у себя крепить если на не надо отворачивать а когда нужно повернул и вот так поставил и снимаешь ну или где-то вот здесь то есть я думаю что это будет гораздо удобнее в общем посмотрим даже в любом случае мне будет удобно снимать какие-то стационарные видео как итоги или покупки то есть мне нужно будет искать место я на столе здесь смогу себе спокойно все это делать вот ну все пошла я работать а вышивки я подумаю вечером я еще хотела вам свой маникюр показать смотрите фокусирует мне такая прям надпись вдохновляющая поставила уже себе заусенец обожаю когда руки после несколько дней после коррекции с этой стороны просто вот цветочек вот а тут мне прямо захотелось увидела эту надпись ветер вдохновения и очень мне захотелось ее себе на пальчик прицепить вот сегодня уже стрета 3 апреля и я решила показать вам свои продвижения как вы можете заметить перетянула я на большие снабы практически вся работа помещается да вот так вот как обычно закрепила схемку сейчас я потихоньку и здесь вот и фон когда знаете не особо много времени я беру фон он здесь идет в полукрест в две нити то есть как-то она быстрее гораздо идет вот я вчера вечером мне не особо было много времени я вышла вот этот кусочек и в принципе смотрится да что вроде бы как продвижение хорошее и с другой стороны я не так много потратила на это времени не надо было ни нитку там не бленд сделать вот а сегодня немножечко вот здесь вот я добавила и распорола кусочек небольшой но это такое дело житейское очень сдалека вообще смотрите как хорошо смотрится видно что это книжка подушечка хотела делать бэк по пути ну то есть частично и вроде бы там сверху начала но я все переживаю что я не успею поэтому я уже решила я доделаю все крестики полукрестики может быть здесь тюльпанах когда вот их не буду прорисовывать то буду на ве может быть прорисовывать их бэком а так пока вышиваю потому как бэкстич долго делается конечно его тут приличное количество он правда он счетный и я думаю проблем с этим не будет вот вот можно сказать что здесь уже там все равно еще видите много еще шевать и хочу просто снимать только-только все переставила надо было наверно до того как я хотел бы заснять этот кусочек ну вот вспомнила я и решила пока дома никого нет вам его заснять вот красота девчонки и мальчишки пытаюсь я вышивать тюльпами сегодня уже да на минутку четверг 4 апреля а я все видите вот все вот в этом кусочке я не знаю что мне уже делать здесь дико и шанина сплошная зашивка и ладно если бы знаете чтобы хотя бы какие-то были кусочки но вот здесь видите вот три крестика и два крестика и все и вокруг и больше нет такого цвета то есть вот здесь вот эти все это все что есть вот эти шесть там или сколько крестиков фух я уже три раза сбивалась распарывала вот эту часть всю и опять здесь у меня что-то не сходится я уже прямо в отчаянии если честно нравится мне так эта работа мне нравятся оттенки мне абсолютно не нравится это мешанина если в моей швейной машинке иди себе такими участками там я еще тоже пыталась возмущаться что мне там что-то не нравится и очень маленькие кусочки зашивки а тут вообще или эти тюльпаны меня или я их не знаю кто кого добьет ну в общем я продолжаю вышивать покажу вам потом что же у меня получилось мне пришла посылочка сейчас я все это сейчас я все это безобразие сниму распечатаю и включусь вам покажу я сейчас буду пищать от восторга вот что мне пришло спасибо галюши вышивальщицы еще раз что она показала и поделилась опытом использования вот такого держателя для телефона вот тоже кому нужна фирма нашла я его у нас на украине продавался он на розетке но и то продавец конкретно не розетка а партнер розетки но продается на сайте розетка они сотрудничают вы делаете заказ через этот сайт поэтому я с розеткой розетки заказываю очень давно так как бы его как тут правильно я наверное не дорезала что ли во вот такой вот шикарнейший держатель все тут прорезиненное у него и вот это штучка прорезиненная для телефона ну конечно с тем китайским не сравни хотя стоило все половину дороже китайского не могу одной рукой но я думаю теперь недели можно будет снимать без всяких проблем да и не только недели я хочу попробовать на него сегодня снять итоги марта и я думаю будет это очень удобненько очень мобильненько и очень быстренько не могу налюбоваться на эти желтенькие солнышки на ножках прикупила на днях такую вазочку видно плохо я люблю вазы и причем такие знаете чем проще тем лучше вот и нарезала вчера в палисатнике нарциссиков и срезала три тюльпашки не знаю откроются так вазочки нет ну очень здорово смотрится обожаю весну выдалась у меня минутка на выходной хочу подобрать нитки на свой сапожок так вот он выглядит будет выглядеть вот такой вот тут большущий список это кресты вот полукресты ну да полукресты здесь по моему немножко вот блендов есть вот такая вот коробка здесь у меня дубли такая увесистая сюда хочу организовывать тоже с такой вот крышечкой организую туда все нитки пока во всяком случае у меня уже отрез канвы есть все готово кроме как хочу подобрать нитки и на заказать то чего не хватает пока мой сын немножечко сел поиграть что мы опять приболели вот я потом покажу все что у меня получилось смотрите какая занятная вещь аппетит посмотрите сколько это в смысле аппетит на канве аппетит немножечко что-то я дезориентирована это в каком смысле это аппетит это же канва так надо будет все это еще раз по схеме посмотреть и понять что же это такое я совсем запуталась смотрите в чем прикол это аппетит и это крест смотрите что значки одинаковые что номера ниток что сложение нитей не совсем понимаю что значит аппетит здесь например взять вот эту темную стрелочку 501 номер он и там и там вот она здесь тоже 501 номер и где она где-то на схеме видела не так далеко сейчас кусочек ну вот например вот на елочке и что крестик к чему аппетит надо наверное искать еще оригинальную схему и смотреть что пишут на этот счет там пришла я оригинал этой схемы и насколько я поняла немножко просто тут кто перенабирал усложнил немножко жизнь вот это аппетит я так поняла просто четвертинки и вот смотрите можете видеть вот они видите по пол крестика просто я не знаю зачем их внесли отдельно мы сделали им ключ отдельно если в принципе одно и то же тут тогда получается не такой большой ключ вот так что я разобралась вот аппетит крестик и тип аппетит вот не густо у меня оказалось номерком ну что есть то есть все дозаказываю ниточки корма у меня есть все складываю коробочку приятная такая цветовая гамма и надеюсь скоро буду приступать и подумалось мне раз у меня тут такой вот бардак подберу ка я нитки для рукодельного уголка авторская схема я на миносян здесь в принципе не много и мне кажется я многие цвета сейчас у себя встречала и потом одним махом на носочек и на вот эту работу закажу нитки и будет у меня все собрано и потихонечку будут какие-то процессы буду брать в работу хочется мне что-то новое начать но надо позаканчивать тижимлин и стульчик я вам наверное сейчас покажу что я в стульчике навышивала и буду заканчивать этот свой рукодельный блок потому как мне кажется одну и ту же работу смотреть вам больше недели было не особо интересно вот в принципе ударно я поработала за эти выходные я вышила вот этот весь ковричек как-то на схеме выглядит много а тут смотришь не особо видно и вот эту вот начала вот эту леечку думала что не закончится не знаю что не благовещение вечером наверное повышеваю и мне останется вот тюльпаны вот их еще там в общем работа еще не початый край мама ты знаешь как ты как на рецепте да говоришь да лайка да иди родной иди сейчас буду окраситься и пойдем погуляем смотри мультик пока в общем работа еще не початый край у меня осталось ровно пять дней ну высшить то я уверена точно я высшую у меня просто нет выбора в принципе я уже вижу границы работы я сейчас не снимала конечно но я могу уже в принципе подобрать раму узнать размер поэтому я завтра этим займусь сделаю заказ и буду ждать рамочку а сама буду ударными темпами вышивать мне сын этот приболел не особо как-то вчера вроде было уйма времени я могла вчера и лейку вышить и уже фон могла бы этот сделать но но не то было настроение ильбина в температуре сами знаете вот а на этом я буду заканчивать спасибо большое что вы были со мной в этом рукодельном влоге я уже готовлюсь снимать следующий надеюсь что уже там я покажу вам только готовые работы и что-нибудь новенькое начатое и до новых встреч спасибо что были со мной пока пока